Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет по запросу. Я недавно проводила запросы, такой опрос, запрос, опрос в инстаграм у моих подписчиков, и мне прислали очень много очень интересных тем для видео. И вот одна из этих тем была цвета радуги и их ассоциация с ароматами из моей коллекции. Это, знаете, такая очень интересная тема, потому что я художник, я люблю цвета, я люблю их мешать, люблю их смешивать, и, конечно, радуга во всех нас вызывает, я думаю, только радостные эмоции. Это вот откуда-то из детства. Это такое чудо, которое вот, знаете, через все небо протягивается. Вот это необыкновенное явление, радуга после дождя. И вот я помню, мы все смотрели, сердце замирало. У меня до сих пор только радостные эмоции, когда я вижу радугу. И вот оттуда потом пошла вот эта поговорка, да, каждый охотник желает знать, где живет фазан. Было очень легко запомнить все цвета радуги и как они смешиваются, что получается. В общем, это очень интересно, и снять видео на эту тему для меня большая честь и море эмоций. Девочки, другие блогеры, пожалуйста, тоже снимайте. Мне кажется, тема классная. Итак, цвета радуги и мои ассоциации с ними, с моими ароматами. Первый цвет красный. Вообще цвета — это такая вещь, они могут в нас пробудить какие-то воспоминания, какие-то эмоции, о которых мы даже не подозреваем. Одни цвета способны возбудить нас, воодушевить, придать нам сил. Другие, наоборот, успокаивают, как-то нас умиротворяют. Иные там вводят в ступор, в какой-то гнев и вообще дестроят нас полностью. А также ароматы просто могут вселить в нас радость и так далее. У нас у каждого свой багаж. Мы несем тот или иной багаж, воспоминания и так далее. Поэтому мои ассоциации с цветами могут быть такими. У вас они могут быть совершенно другими, и это совершенно нормально. Так что пишите, пишите ваши ассоциации. Я с удовольствием их почитаю и пообщаюсь с вами. Итак, первый цвет радуги — это красный. Красный — один из самых моих любимых цветов. Я вот сейчас одела красный, понимаю, да, вот для видео. Но я просто уже собиралась давно эту кофту одеть. В видео мне она очень нравится. Ну вот так получилось, что да, красный, и он будет первый. Красный цвет — цвет огня, цвет крови, цвет войны, цвет страсти, любви, эмоций и уверенности в себе. Но можно перечислять бесконечно. Красный раньше ассоциировался и означал то же самое, что и красивый. То есть там вот в красном очень много всего. Если вам не хватает уверенности, носите красный, он вам придаст уверенности. Так или иначе, начиная с красной помадой, заканчивая вообще одеждой, да. Ну, смотря там ваш предел. Я знаю, многие люди вообще не любят носить красный и как-то чувствуют себя в нем некомфортно. Если это перебороть, красный, он, знаете, он придает действительно уверенность и какую-то, знаете, такой игривость. Ну, мне лично. Итак, красный цвет в ароматах. Первое, что мне приходит на ум в сочетании с красным цветом, это, конечно же, роза. Если мы говорим про цветы, это прекрасные розы. И аромат, который я вам сейчас покажу, это Serge Lutens Le Fil de Berlin. Берлинская дева. Это моя самая любимая роза на данный момент. Лучше я пока не нашла. Вот такая вот кровавая красная жидкость. Ну, она может быть кровавая или как сок граната. В общем, что-то такое вместе. Аромат, вот как я вам и говорила, он и страстный, он и такой немножечко умиротворенный. Здесь есть даже кровь. Я вот чувствую это. Несмотря на всю его притягательность, он немножечко такой отстраненный, немножко с холодком. Очень, очень красивый, очень такой берущий вас в плен, затягивающий, притягивающий и притягательный. В общем, Le Fil de Berlin вот самое яркое сочетание для меня и цвета жидкости, и эмоции, и названия, и розы. Вот первый цвет красный в радуге. Это берлинская дева Serge Lutens. Это вот прям однозначно, однозначно этот аромат. И еще один аромат я вам покажу. Это Juliette Hazogan Lady Vengeance. Это тоже аромат розы, но здесь роза такая порочная. Если там она такая, знаете, аристократичная, красивая, такая утонченная, немножко отстраненная, несмотря на всю притягательность, да, здесь аромат кричит, аромат зовет, аромат страстный, аромат уверенный в себе, порочный, ну, порой порочный, порой не очень, просто, ну, наверное, зависит все от нашего настроения. Удивительно такой громкий, немного ненатуралистичный, в отличие от предыдущего. Более такой, ну, не химический, ну, такой синтетический, но тем не менее. Идеальная роза для города, идеальная роза вообще для каких-то, может быть, даже деловых встреч. Обожаю. Обожаю вот эти две розы, ассоциация с красным цветом, у меня вот только они. Следующий цвет, который идет у нас в радуге, я буду немножечко подглядывать, чтобы, ну, как бы не сбиться, да. У нас был красный, теперь оранжевый. Оранжевый, если мы говорим о красном, как о воинственном, в цвете Марса, такого вот, таком прям горячем и кровавом, да, иногда, войне, то оранжевый – это цвет более мягкий, более такой глубокий, более теплый. Аромат праздников, аромат вот таких, вы знаете, радостных моментов. Не только у меня одно, я уверена. Оранжевый цвет, когда мы видим оранжевые мандарины, это у нас идет прямая ассоциация с Новым годом, с ощущением вот этой вот елки, этот аромат мандариновых корочек, аромат праздника. Это вот все вот с детства тянется и до сих пор этот аромат мандаринов сразу нас переносит вот в эти волшебные моменты. Вот оранжевый цвет, он такой, это цвет радости, цвет праздничных моментов. И для меня это, естественно, Бараонда, Бараонда от Назамата. Он оранжевый для меня, он для меня радостный, он для меня вот, ну, я реально вспоминаю, я в нем провела два своих дня рождения, это было прекрасно. И вот для меня это, да, аромат праздника, аромат, который ассоциируется с чудом, с добром, с радостью, с улыбками друзей, с любовью, вот со всей той заботой, которая тебя окружает, в хорошие вот такие вот, знаете, праздничные дни. Ну и не только. Так что Бараонда, вот она для меня такая оранжевая, добрая, теплая и очень-очень веселая и радостная. И второй аромат, который для меня такой же радостный, это Дюна. Дюна от Кристиан Диор в туалетной воде. Ну это вообще, это знаете, с детства у меня мой якорь, я еще сделаю потом видео про ароматные якоря. Это тоже, это тепло, это радость, это лето, это, ну, знаете, горячий песок, можно сказать. Знаете, вот приятные вот эти ощущения, когда вы погружаете руку вот в песок, и он так вот струится между вашими пальцами, вот в этом аромате есть такой вот уют, уют такого теплого, горячего песка, я не знаю, в общем, что-то такое. Оранжевый цвет, это вот Дюна. А следующий, следующий цвет, это желтый, что у меня там про желтый написано, ну, понятно. Желтый, это цвет солнышка, цвет солнца, цвет искрящейся вот любви, цвет света, цвет каких-то, вот знаете, необычайных свершений. Также это может быть цвет золота, цвет богатства, цвет денег. Прямая ассоциация у нас с желтым цветом, это золото, да. Золото, красота, и, конечно же, у нас number one, это иланг инголд. Это я даже вот не думала вообще, взяла его на желтый сразу же. Иланг инголд, иланг в голубом, от Николев, вот с таким вот золотистым наполнением, с золотом внутри, распыляете его вся такая вот, получаетесь, блестящее. Вот он, да, он золотой, он олицетворяет для меня и радость, и солнце, и богатство, и вот это вот, знаете, притягательность, притягательность, тепло, радость и так далее. Это лето. Это лето, потому что желтый, он тоже у меня ассоциируется, если мы говорим про солнце, это, конечно же, с летними днями. И еще один аромат в желтую категорию, это аромат Гардене, тоже аромат от бренда Николев. Это уже совсем другой цветочный, я не могу его назвать золотым ароматом, он просто желтый. Вот для меня он красивый, нежный, желтый, такой вот, знаете, может быть, как желтый шелк, вот такой немножко переливчатый. Вообще желтая одежда, она может агрессивно, как бы, выглядит, а может, наоборот, очень привлекательно. То есть это нужно очень правильно выбирать, если мы говорим про желтые в одежде. И вот это вот для меня такое, знаете, красивое желтое платье комбинации на тонких-тонких-тонких бретельках, такая вот по фигуре, и вот этот вот аромат. Никаких украшений, голая шея, голые уши, ну, то есть никаких вот там браслетов, вот просто вот можно даже на голое тело. Вот что-то такое, вот что-то такое в этом аромате есть. Вот он для меня струящийся шелк по красивому телу. Вот такой аромат, аромат Гардене от бренда Николев, бесподобный, белоцветочный, очень такой, такой вот прям, знаете, невероятно женственный, да, да, он женственный. И вообще, конечно, Гардене найти можно в ароматах, но иногда она бывает такая крикливая и слишком эмоциональная, очень такая жесткая, терпкая, колючая. Здесь такого нет, я безумно этому рада. Итак, следующий аромат у нас, ой, аромат, простите, цвет, у нас зеленый. И сразу такой, знаете, у меня рука потянулась к заветному зеленому флакону. Ну, слушайте, он у меня и ассоциировался всегда с зеленым. Посмотрите, посмотрите на эту красоту, на ауру от Нюглер, это вообще, это фантастика. Этот флакон, он просто фантастический. Зеленый цвет, зеленый цвет, здесь ваниль с какими-то зелеными космическими травами. Ну, может быть, там ревень, может быть, еще что-то, может быть, какие-то лианы, ну, как вот пишут, да, на фрагрантике, как ее описывают. Для меня это ваниль в какой-то вот, в такой немножко подбродившей зелени. Бесподобный аромат, зеленый цвет, что он для нас ассоциирует? Я сразу так к аромату перешла и забыла про цвет вам рассказать. А зеленая – это природа, зеленая – это возрождение, зеленая – это весна, зеленый цвет – это молодость. Ну, если мы говорим про весну, это вот все возрождается, это аромат молодости, аромат каких-то новых свершений, аромат вдохновения, аромат художников, ну, я так считаю. Аромат людей вдумчивых, ищущих постоянно что-то такое новое. Зеленый также может ассоциируется в последнее время, мне кажется, прямая ассоциация с деньгами тоже при воспоминании о зеленом, да. В общем, такой красивый очень цвет, я люблю цвет зеленый, изумруд, в разных вообще его сочетаниях, болотный зеленый, изумрудный зеленый какой-то, с ультрамарином, что-то такое. Зеленый, он, конечно, очень благородный, очень красивый цвет. И вот этот ассоциировался у меня зеленый именно вот с аурой. Аура, она для меня, да, она зеленая богиня, какое-то инородное такое создание. Следующий аромат, который у меня ассоциировался почему-то с зеленым цветом, не знаю почему, но, наверное, в силу того, что это вот возрождение, это что-то такое зарождающаяся, может быть, новая любовь, новые чувства, новый этап нашей жизни. Это Жур Д'Армес. Жур Д'Армес у меня вот такая вот есть миниатюра, видите, я ей пользуюсь активно. Вот он для меня ассоциируется с зеленым цветом, но вот не с таким зеленым изумрудным, как вот Аура. А вы знаете, когда только-только свежая трава прорастает весной, да, вот с чем-то таким, может быть, с зеленым мхом таким вот таким прям, только-только выросшим, бесподобный, бесподобный аромат. Вот он у меня ассоциируется с зеленым цветом. Жур Д'Армес сочный, спелый, хотя по описанию, по его пирамиде он никакой не зеленый, но вот он у меня ассоциируется именно с зеленым цветом. Также вот сейчас подсмотрела, помимо того, что это природа, это также цвет здоровья. Я бы читала, не знала, так что вот к сведению примите. Зеленый цвет здоровья. Так, дальше у нас идет голубой цвет. А голубой цвет, ну что, голубой у нас сразу небо, воздух, вода, ручьи, весна, туда же, да, попадает. Именно голубая такая, знаете, нега. Утренняя нега, такие, знаете, эмоции очень тонкие в полусне. Для меня вот голубой, вот он такой. Если мы говорим про одежду, если мы говорим какой-то про самовыражение, как мы себя самовыражаем голубым, это, мне кажется, цвет свободы. Это цвет свободы, цвет полета. Как знаете, в фильме «Поймай меня, если сможешь» вот эти синие-голубые костюмы у стюардесс. Вот что-то такое. Это очень такое шико, свободное, красивое и статусное. Да, голубой цвет, он очень статусный, как этот голубой цвет любимой королевы. И ассоциации, какие у меня ассоциации именно с голубым цветом. У меня здесь аромат «Дендолейт» от Серж Лютанса. Это молочный зуб. Молочный зуб для меня, вот он просто, именно море, не море, простите, думаю о море. Это именно небо, это вот такое вот гладкое-гладкое небо. Может быть, там чуть-чуть где-то облака, весенняя прохлада, ручьи. И чуть-чуть уже вот льда осталось, но он еще пахнет. Лед, знаете, когда вот он уже такой, уже почти все растаяло, но вот запах вот этого растающего льда, он еще присутствует. Какой он прекрасный, какой он прекрасный. Вот он для меня ассоциируется именно вот с этим чистейшим, полупрозрачным, почти белым, голубым цветом. И следующий аромат голубого цвета, это, конечно же, «Ривгош». «Ривгош» от Эрсен Лоран. Это уже совсем другой голубой. Это голубой более насыщенный, более холодный, более такой, наверное, статусный, если мы говорим. Это вот именно вот эта стюардесса. Эта стюардесса, ну не только вот такая молодая девочка, которая только-только вот, ну, прошла обучение и такая вот вся прям «Я стюардесса», а именно такая уже опытная женщина, бортпроводник, скажем так. Вот она может пахнуть вот этим. Это запах приключений, запах неба, запах ухоженности, чистоты. Ну, бесподобный запах альдегидов. Я очень люблю этот аромат. Он необыкновенный. Глубым цветом. И следующий цвет у нас синий. Синий цвет, он более такой глубокий. Если я говорила до этого о голубом небе, о такой прозрачности, почти такой вот искрящейся чистоте, то голубой он, о, синий, простите, он более глубинный. Он как, знаете, подводный мир, как океан, как что-то такое очень таинственное, большое, сильное. Вот голубой цвет, он более такой легкий, а синий, он, конечно, уже идет туда, в глубину нашего сознания, наших эмоций. Тоже очень элегантный, если мы говорим про цвет синий в одежде. Самое вообще огромное количество есть синего цвета, от скучных вообще синих школьных форм, помните, у нас мальчики носили, до каких-то невероятно красивых королевских синих оттенков, бархачек, шелках и так далее. И вот с синим у меня, конечно же, ассоциируется Лулу от Кошарель. Лулу Кошарель, она, если мы говорим вот именно глубина океана, что-то такое, что там в глубине, никто не знает, ну, наверное, знают какие-нибудь подводники, но мы вот такие простые обыватели, вот я рассказываю вам про духи, я вообще не в курсе, что там такое. Но, если представить, то это может пахнуть вот так. Это что-то такое из ряда фантастики, из таких вот, знаете, фильмов про глубинных монстров, про сказочных, мифологических каких-то вот осьминогов и рыб и так далее. Вот Лулу для меня вот она такая именно фантазийная. Фантазийная. Аромат очень фантазийный. Аромат, знаете, сколько я с ним знакома, я до сих пор не могу расчленить его на ноты, до сих пор не могу понять, что там внутри положили нам. Иногда мне кажется, что он чернильный, иногда мне кажется, что он сливовый, иногда мне кажется, что он какой-то коньяк и виноград и так далее, и так далее. Очень, очень сложный аромат, может быть, для меня, может быть, кому-то вот он кажется таким вот понятным. мне он непонятен совершенно это вот мой синий мой синий цвет лулу и следующий синий цвет может быть кто-то со мной не согласится но я сразу его взяла это агент провокатор ладжер вот этот аромат он для меня темно-синий бархатный когда есть такая накидка у этой сказочной какой-нибудь феи которые там ходят по лесам вот такая вот накидка бархатная это вот что-то из разряда сказок легенд от агент провокатор дымный такой вот знаете таинственный темный темно-темно-темно-синий цвет почти черный этого для меня вот это роман прекрасный необыкновенный если не знаком попробуйте попробуйте с ним познакомиться если вдруг будет возможность он очень яркий он очень яростный я думаю на любителя может отпугнуть но если вы его полюбите и он полюбит вас в ответ это будет что-то что-то фантастическое и так последний цвет который из которых состоит наша прекрасная радуга это фиолетовый фиолетовый цвет цвет индиго цвет магии цвет колдунов цвет колдовства цвет фантастики цвет чего-то такого странного неизведанного эти вот магические шары и сюда это вот этот цвет первый аромат который я взяла и фиолетовый кстати я не очень люблю в одежде вот как бы в носке просто не мое мне кажется блондинкам он как-то не очень вот брюнетка красивые черноволосые или такая красивая брюнетка ли рыжие вот вам да будет очень здорово фиолетово я как-то мне не мое но характер характер этого цвета я мне кажется чувствую немножко коко ну а пока ну а шанель аромат загадка для меня аромат именно такое такого таинства аромат очень специфический и очень специальный то есть я его не могу носить каждый день я вот могу по пальцам пересчитать сколько я его носила потому что он очень спешил он очень я не хочу сказать праздничный к нему нужно как-то подготовиться принять что ты его сегодня наденешь как-то него принарядиться и так далее вот для меня коко нуар именно такой не каждодневный очень необычный как такой вот ритуальный ритуал аромат вот что-то такое в нем есть магическое волшебное таинственное фиолетового цвета коко нуар от шанель и следующий аромат который у меня с ассоциировался с фиолетовым цветом это ананда black от бренда микалев совсем другая история если коко нуар это тоже не знаю что там лежит ну что-то такое почулево бархатиста дымная а то здесь это белый цветочный аромат но совсем не тот который вы ожидаете получить он настолько яркий настолько мощный настолько кричащий что с ним очень нужно аккуратно быть я уже говорил не раз видео в своих и вот он по цвету именно вот фиолетового цвета или темно фиолетовый почти черного я уже говорил не раз что он вечерний для меня аромат что он аромат бархатных платьев и бриллиантов и выхода куда-то вообще в дивный свет да на вертолетах как фильме красотка ну вдруг кто-то летал я нет вот он подойдет он подойдет именно под такие вот волшебные моменты или просто если вы чувствуете себя вот что вот вот так он вас просто он вас подчеркнет подчеркнет вашу внутреннюю вот в этот силу и этот дивный момент эти красивые белые цветы там белые цветы немножко в каких-то эти ликерных нот немножко сливовых что-то такое красивый 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 аромат так фиолетовый цвет был заключительные вот такой у меня получился обзор такое видео знаете мне было очень интересно его снять для вас какие-то ароматы я сейчас по ходу видео вам показывают подумала что может быть надо было взять другой аромат но и эти ароматы я взяла вот прям при первой при первых вот таких эмоциях когда я читала про тот или иной цвет не сразу брала ароматы я думаю что это наиболее правильный такой вариант подбора в данном случае все с вами была аленка блог жду ваших комментариев пишите ваши ассоциации но на цвета радуги на ваши ароматы всегда вас интересно читать всем пока чел-чел ароматы